Армия, полиция что-то отлавливала, и если они не подчинялись, если невозможно было нормально провести снова операцию, потому что они там этим вмешательством как что-то разрушали, их просто на переплавку туда бросали. Выключали, отключали и бросали на переплавку. Но не туда, вот куда ты вошел, а в обычную. Тем, которые их обучали. Ну и детей, вот сопротивление, партизаны какие-то, да. В основном партизанское, скажем так, движение, если это можно назвать партизанским движением, было рассчитано на то, чтобы вести просветительскую работу, чтобы убирать вот это. Но они это тоже делали не то, что насильственным путем, но без проведения некоторых манипуляций невозможно было человеку самому вот это все воспринимать информацией. Некоторые как благонадежные, или те, которые выявляли заинтересованность, или те, которые не были полностью там заблокированы, ну которые как-то были более живы, чем все остальные. Им производили эту манипуляцию, убирали вот эту вот перемычку, и тогда давали информацию более полную. О том, что люди не всегда так выглядели, о том, что раньше было все по-другому, о том, что было обещано, что вернуться к нормальной жизни, это все должно было быть только мерами какими-то временными. Да. Вот это вот было. Вот это вот было. Только нужно было, ну понятно, там не книжки были, там какие-то другие были носители информации. Вот как раз в ладошках что-то, что там открывалось, я не знаю. Но люди, которые... Не было ни компьютеров там, ни смартфонов, такого вообще ничего не было. Все было чисто механическое. Там какие-то просто, вот знаешь, как раздвигалась картинка, чтобы показать, как это выглядит должно на самом деле, как фотографии, картинки, вот то, что изображение человека. Все остальное переносилось только на... Ну, словами рассказывали. Да, да. Да, 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 да. Раздвигалась, чтобы показать, как раньше жизнь была. Вот эти картинки, их перерисовывали, они были, ну, скажем так, на вес очень... Ну, их нельзя было нигде достать. А всю остальную информацию, это просто, ну, как... Это просто устное творчество. Просто рассказывали. Но там достаточно жестко работала полиция, или как ее можно назвать, я не знаю, они такие огромные, как громадзеки, да, точно. И только они почему-то полностью черные. Я не знаю, почему они настолько черные. Они уже были совершенно другим. Такое впечатление, что там, где ноги, у них должны быть какой-то, знаешь, треугольники, как шасси какие-то. Ну, вот что-то уже они... Да, уже они абсолютно отходили. Но это считалось вообще, ну, как более прогрессивно, если отходить от уровня человеческого тела и привязывать сознание к чему-то более другому. Это как модно было, знаешь, как престижно, типа. Прикольно тогда. Я это помню, я это вижу. Не знаю. А че я там была? Нет, мамочка это мне была, которая рожала. Мамочки там были похожи на гусениц. Они были жирные такие. У них вот эти вот слои жира были прям. Вот складки-складки. Их просто откармливали. И их там просто, ну... Они просто рожали, рожали, рожали и без каких-либо там... Ну, их отбирали там несколько самых, я не знаю, по каким пертериентам. Там их отбирали. У них как постоянно какое-то количество было. Ну, условно говоря, там сотня их или две сотни их было. Те, которые вот именно в физическом теле. А все остальное... Никак не мамочки. Все остальное просто жители. Там даже имена давать было не модно. Там пытались людей переучить, чтобы... Да, чтобы они цифрами друг друга... Это первый номер там... Или, допустим, это серия первая, это серия восьмая. Там, ну, условно вот так. Все полностью затиралось человеческое, чтобы люди... Ну, те, которые уже стали роботами, чтобы они даже не вспоминали, зачем это было произведено. Кто манипулировал этим всем? Знаешь, я вижу, что до того, как произошла вот эта вот, скажем так, роботизация, в тот период, когда война произошла, что уже привело к роботизации. Да, был сломан кон, и это под его эгидой, под его началом, потому что он уже был как полуробот. Это за его благословление это все происходило. Всегда же люди, ну, подобие, да, кона какое-то. И вот если там уже изменен настолько был кон, то уже и люди подтягивались к его подобию, скажем так. А на Земле чье это? Ну, на Земле это снова же условно. Я просто не буду сейчас даже пытаться, да, вспоминать. На той планете, вот на той планете, кто вот этим руководил? Сейчас попытаюсь посмотреть. Это были не планеты, это были анклавы, это были организации, которые объединяли с собой достаточно большие территории. Вначале это было, как те, которые воевали. Ну, по-моему, это даже не две силы, это три силы были между собой. Они сталкивались постоянно, как, знаешь, на три части разделена была планета, скажем так, условно, под одним, под другим и под третьей, под эгидой. Некоторые были еще более разрушены, чем то, где, допустим, вот мы смотрим. Рео-роботы были намного более удачливы, как солдаты. В любой момент, если бы начиналась новая война, их можно поставить под строй, скажем так, и не бояться, что малыми количествами людей осталось было очень мало. Людей не было много, потому что от этой химической войны, от этой химической заразы очень многие были погибли. И для того, чтобы минимальным количеством, скажем так, воевать, нужно было, чтобы солдаты были крепкие. А именно роботы позволяли сделать этих солдат очень крепкими. Поэтому это было, ну, скажем так, в приоритете правительств. Чтобы не держать отдельно армию, не кормить ее, потому что армия сама по себе это очень энергозатратное, ну, скажем так, дело. А всех, которые живут, всех можно было в любой момент вывести на уровень солдата. И при том, не нужно даром, не нужно его обучать этому, и не нужно никак ни экипировки основной, и они же не так гибнут, как люди, скажем так, более выносливые. В спешном порядке, по-моему, все три страны начинали это делать. Не только на уровне какой-то одной страны, ну, одного анклава так, а остальные по-другому. Это, по-моему, когда одна на себя переняла, условно, скажем так, Южное царство, когда это переняло, ну, Южный анклав, когда это переняло, тогда и другие начали быстренько по тому же примеру. Людей живых осталось очень мало, ну, разрушались тела очень, ну, это серьезная какая-то катастрофа, война какая-то серьезная была. Ты знаешь, мне кажется, осталось два. Между собой пришлось спешным образом, тем двум одни подчинились, другие с ними помирились, ну, скажем так, на не очень выгодных условиях, две между собой, как паритетные, не паритетные, ну, какие-то содружества какое-то установило. И у них на всю огромную территорию, двух, скажем так, анклавов, один этот был. Это были как ворота, как соединение с коном, что-то изначально в той цивилизации, которая была человеческая, только она развивалась по техническому пути. Это было как какая-то вот, ну, как ворота, связь с коном, что-то вот, какие-то вот, не знаю, как это правильно сказать. Да. Да, потому что вся планета была абсолютно, ну, лишена магического какого-то возможности магической. Там люди совершенно, даже до того, как жили, они не владели магическими какими-то начинаниями, они не умели работать с материями, были просто люди. И вот эти два места, одно и второе, эти ворота, это то, где люди могли чувствовать энергию, чувствовать материю. И вот в этих местах как раз и происходило какое-то слияние младенцев с носителями. И вот, от тельца младенцев этих, они потом как-то мумифицировались и сжигались, что ли? Потому что я вижу, как, да, вот как, вот они просто в кучу свалены все, вот, как куклы. Я еще смотрю, что за куклы такие маханьки и уродливые. А потом я поняла, что это просто, да, высыхали эти тельца, они уже были пустые. Ну да. Ну да. А потом на уровень где-то пятнадцати, двенадцати лет, десяти лет, а потом заменяли, да. А потом, вот мне было там, что этому восемь лет, а было там три года, десять лет условно и взрослый там. Ну. Да, 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 да. В мозгах ковыряться, это было опасно. Если ловили того, кто ковырялся в мозгах, того сразу на переплавку, того даже не пытались перестроить. Наказание было такое всех остальных. Можно было попробовать снова заблокировать тот участок мозга. Это же механически было. Шлюз сделать узким, чтобы не воспринимали программу. Ну, а те, которые сознательно взламывали людям мозг, скажем так, знали, знали, куда лезть, что подстраивать, их сразу сжигали. Печи такие большие, как переплавка, как доменные печи, не вытаскивали сознание никак, а вместе как вот туда бросали и всё. Ну, понятно, что душу это не уничтожало. После развоплощения душа просто улетала и улетала. Осознание, да, осознание разрушалось вместе с этим телом. Да. ну да ну да